Долгостроев в регионе становится меньше. Сейчас объявлен конкурс для новых застройщиков по 12 объектам. Дело в свои руки. Взяли дольщики строящегося дома 74А по улице Георгия Димитрова в Самаре. Жилое здание будут достраивать при поддержке властей. Улица Димитрова, 74А. Стройка больше не напоминает безжизненный объект. Дело сдвинулось с мертвой точки чуть больше года назад. До этого строительство было заморожено. История уходит корнями в 2006 год. Тогда компания «Единство» начала возводить 10-этажный дом в несколько секций. Как только квартиры до Лёвки разошлись, застройщики исчезли. Дольщики остались без денег и без квартир. В 2008 году обманутые соинвесторы организовали некоммерческое партнерство, решив достраивать дом своими силами. Получили разрешение на строительство, у предыдущего застройщика его не было. Переделали проект и наняли подрядчика достраивать дом. Дольщикам это опять-таки обошлось в определенные доплаты. То есть фактически мы свои квартиры покупаем второй раз. То есть я точно такой же дольщик. Сколько будет стоить один квадратный метр и какие суммы придется доплатить дольщикам, чтобы дом был достроен, решит государственная экспертиза. Ситуация под контролем и в областном Минстрое, и у главы администрации города. Каждый дольщик должен быть уверен, что его не обманывают снова. На совещании в мэрии с представителями некоммерческого партнерства Димитрова 74А, мэр города предложил написать в Минстрой поручение просьбу. Ускорить рассмотрение проведения экспертизы и рассмотреть вопрос минимизации затрат дольщиков. Результаты госэкспертизы дольщикам озвучат на общем собрании. Как только решится вопрос с финансами, дольщики смогут планировать новоселье. Появятся конкретные сроки сдачи дома. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. На особом контроле ситуация с обманутыми клиентами компании АЗР Моторс. После многочисленных обращений автовладельцев полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Главный подозреваемый – гендиректор дилерского центра. Всех, кто пострадал от действий компании, просят написать заявление в полицию. Банкротство самарского дилера Рено компании АЗР Моторс может стать самым крупным за всю историю автобизнеса Самарской области. 95 пострадавших. Ущерб на десятки миллионов рублей. История у пострадавших практически одинаковая. Они внесли деньги за автомобиль, но документы на него не получили. Многие видели свои машины в салоне, но забрать не смогли. Нет документов. Сотрудники автосалона, исполнительный директор Валентин Гудков и руководитель компании Владимир Калинченко долгое время просто водили клиентов за нос, обещая в скором времени отдать документы и машины. В итоге, когда в конце прошлого года у компании официально была отозвана дилерская лицензия и стало ясно, что деньги пропали, клиенты обратились в полицию, а затем и в суд. Я в конце сентября приехал, посидел в машине, все хорошо. Внес сумму эту оставшуюся и жду. Мне сказали 2-3 недели. Ждите, ваш ПТС будет. 12 числа приехали, мы видели, как наши машины увозили. Там был представитель с Москвы. Но после этого мы вынуждены обратиться в суд, везде писать. В резонансное дело были вынуждены вмешаться сотрудники областной прокуратуры, главного следственного управления по Самарской области, председатель Самарской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Была сформирована специальная следственная группа, которая уже на стадии предварительного расследования выявила факты незаконного использования денежных средств. Единственным генеральным директором и единственным учредителем ООО «Азер Моторс» является гражданин Калиниченко. Он несет полную ответственность за все события, которые происходят там. При тех первоначальных следственных и оперативно-рискальных мероприятиях грубейшие нарушения закона, которые были направлены именно на завладение денежными средствами граждан, они установлены. Это я авторитетно заявляю. В суде Советского района Самары находится ходатайство о наложении ареста на 38 машин, которые были найдены, а также на счета, здания, салона и земельный участок, собственником которых является гражданин Калиниченко. Депутат Александр Хинштейн, взявший дело под контроль, отметил, его основная задача – возврат средств потерпевших, и он будет добиваться этого всеми законными способами. «Мы создадим такие условия, невыносимые для жизни, при которых, поверьте, ему будет дешевле заплатить. Потому что платить потом, ходить по судам, по адвокатам и на здоровье, когда он потеряет в следственном изоляторе и окончательно свое здоровье, ему дороже это обойдется. По-хорошему не получается. Значит, получится по-плохому». Значительную часть вины пострадавшие возлагают на официальные представительства Рено в России, ЗАО «Рено Россия» и «Банк Рено». По их мнению, компания должна нести ответственность за своего дилера, от которой сейчас благополучно уклоняется. Более того, компания уже вывезла полностью оплаченные машины клиентов в неизвестном направлении, а некоторые даже успела продать. Представители ЗАО «Рено Россия» не вмешиваются в ситуацию, не помогают решать проблем и вообще предпочитают о конфликте не вспоминать. «Рено Россия» создала ненадежную свою команду. Это получается сейчас, что «Рено Россия» не ведет за ними наблюдения, нет никакой отчетности со стороны дилеров. Пострадавшие от банкротств автодилеров Рено есть в Архангельске, Ставрополе, Минеральных водах и некоторых других городах. И в каждом случае граждане не надеются на помощь импортера и вынуждены бороться за свои деньги и автомобили самостоятельно. Андрей Троя, Артем Сулайманов. События. Еще одно важное сообщение для автомобилистов. В связи с проведением Дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, 10 февраля с 8.30 до 11.30 будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин, по улице Куйбышева от Пионерской до Комсомольской и по Пионерской от Куйбышева до Степана Разина. Также временно изменится схема движения общественного транспорта. К другим темам. Дефицита продуктов питания в Самаре нет, а цены вполне адекватные. Такие выводы сделал руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, он проинспектировал несколько оптовых рынков города. Товары на прилавках и складах в изобилии. Особое внимание овощам и крупам. Здесь тоже все в норме. К примеру, гречка, цена которой совсем недавно доходила до 80 рублей за килограмм. Сейчас стоит порядка 55. Здесь мы видим, никакого дефицита нет. Очень много представлено и выбор разных производителей. Той же гречневой крупы по совершенно нормальной цене, по овощам. То же самое у некоторых людей складывалось впечатление, обманчивое, что существует дефицит овощей. Дефицита никакого нет. Уровень цен вполне приемлемый. Об этом говорит большое количество покупателей. Под контролем сегодня не только цены. В магазинах пристальное внимание будут уделять тому, как торговцы выстраивают отношения с покупателями. Ассоциация компании розничной торговли, объединяющая 37 крупнейших торговых сетей страны, займется созданием этического кодекса общения с клиентами. В него войдут правила, рекомендации и указания для сотрудников магазинов, которые не могут разрешить конфликтную ситуацию с потребителем. До сих пор на слуху история, которая произошла в одном из магазинов Кронштадта. 81-летнюю блокадницу задержали по подозрению в краже масла. Позже она умерла в отделении полиции. Прокуратура, изучив видеозапись, опровергла вину женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. Как минимум штрафом может закончиться ЧП, которое произошло в Самаре в эти выходные. Поздно вечером около одного из домов по улице Галактионовская на 38-летнюю женщину упала сосулька. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Чтобы избежать подобных ситуаций впредь, мэр Самара Олег Фурсов потребовал от глав районов и департаментов отменять, отпуская выходные и призвал не просто реагировать на жалобы граждан по вопросам благоустройства, но предвосхищать их наступивший оттепель в регионе грозит образованием льда на крышах и исходом снега. И главное сейчас не допустить несчастных случаев, мобилизоваться и бросить все силы на чистку кровель и тротуаров. Меньше в кабинетах, больше по улицам. Но трижды проезжая по Вилоновской, центральной улице, ступеньки настолько не расчищены, там люди скатывались по этим ступенькам. Но это надо до чего было, так сказать, допустить ситуацию, чтобы в центре города лестничные марши были не расчищены. Они, кстати, там так и остались не расчищены. Сто метров расчистили, а выше, значит, там как были сугробы, так и не остались. Садитесь на машину, проезжайте, берите с собой руководителя управляющих компаний, ответственных лиц и тыкайте, значит, в эти неубранные места. Тем временем, как сообщает городской департамент благоустройства, за сутки с улиц города вывезено почти 8 тысяч тонн снега. Израсходовано более 130 тонн специальной смеси и почти 250 тонн противогололедного реагента. В уборке города от снега в первый рабочий день на этой неделе было задействовано более 120 спецмашин и почти 300 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме, коммунальщики очищают от снега проезжие части городских магистралей, проезды к социальным учреждениям, тротуары, пешеходные переходы. Всегда готовы прийти на помощь полицейские. В Самаре за активную гражданскую позицию и проявленный героизм объявили благодарности и вручили ценный подарок сержанту внутренней службы ГУФСИН Игорю Матушкину. Мужчина обезвредил и задержал двух злоумышленников, которые поздно вечером на улице напали на девушку и под угрозой расправы отобрали у нее сумку. У них была бита, я отнял у них биту, после чего задержал с помощью приемов рукопашного боя. Нас хорошо подготавливает служебная подготовка, правила рукопашного боя, приемы, все мы это отрабатываем. Это нормальный гражданский поступок, я считаю так. В Федеральной службе исполнения наказаний Игорь работает чуть больше года. На боевом посту, говорит, приходится видеть много, не исключено и не штатной ситуации, так что опыт есть. В итоге двое задержанных злоумышленников сейчас дожидаются суда. Другим темам научное сообщество отмечает профессиональный праздник. Сегодня в Самарской области научными исследованиями и разработками занимается более 60 организаций, а это порядка 13,5 тысяч человек. В прошлом году на поддержку научных проектов из федерального бюджета было направлено 22 миллиарда рублей. С помощью аппарата Сигма, который побывал в космосе, ученые провели 12 экспериментов в области космической медицины и биологии. Новейшая аппаратура – разработка самарских ученых. В сфере научных изысканий в освоении космического пространства наш регион признанный лидер. Самарский аэрокосмический университет в числе 14 лучших вузов страны. Через пять лет у него есть все шансы войти в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу. На реализацию программ и инновационных проектов Аэрокоса из регионального бюджета за последние годы выделено порядка 450 миллионов рублей. Развитие и поддержка научного сообщества и новых разработок стали главными темами на торжественной встрече в честь Дня российской науки. Наша наука российская, ну естественно и самарская в определенном мире. Мы очень многие позиции подрастыряли. Это больше всего, конечно, было связано с той ситуацией в стране, которая сложилась или складывалась, особенно в 90-е годы. Мне бы очень хотелось, чтобы мы по параллельным направлениям, где-то в ближайшем 3, 5, 7 лет, могли выйти на позиции абсолютно мировые, могли бы прокурировать. Новое поколение талантливых ученых будут растить в молодежном конструкторском бюро на базе Аэрокосмического университета, где ежегодно смогут обучаться порядка 50 лучших специалистов со всей страны. Еще одним шагом в ренессансе самарской науки станет стратегический проект «Технополис Гагарин Центр», где объединятся образование, наука и высокотехнологичное производство. Однако на космосе самарская наука не замыкается. Медицина, химия, физика, технические науки, педагогика – отрасли, где тоже есть чем гордиться. Премии губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в науке получили 8 самарских ученых. Еще трем присвоены почетные звания. Выдающиеся ученые отметили, отрадно, что вновь в науку идет молодежь, которая буквально горит новыми идеями и энтузиазмом. У нас стихийно возник такой молодежный сектор. Уже сейчас решаются очень сложные задачи по просьбам авиационного завода. Те вложения огромные, о которых здесь говорилось, они уже начали давать отдачу. С 2014 года по поручению губернатора студентам и аспирантам СГЭУ выплачивают дополнительную стипендию имени Кузнецова. 600 стипендий губернатора, 100 стипендий имени Алабина, областные премии и гранты, дополнительные доплаты молодым сотрудникам предприятий. Даже в непростых экономических условиях поддержка светил науки в приоритете. Это фундамент для стабильности российской экономики в будущем. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Олимпийский ажиотаж. В самом центре Самарской губернии, в областной столице, состоялся региональный этап лыжни России. Массовая лыжная гонка приурочена к годовщине зимних игр в Сочи. В этот день на старт вышли порядка 15 тысяч человек со всей области. Дождаться команды и устремиться вперед. Спортивный праздник на лыжной базе «Чайка» начался с массового забега на 3 километра. Около 10 тысяч лыжников со всей губернии объединила общая стартовая черта. Здесь главное не прийти, а пройти. На пути к финишу в одном строю дети и люди в возрасте, спортсмены и любители. У заветной черты участники не скрывают эмоций. Трасса очень потрясающая. Лыжи едут хорошо. Конечно, народу очень много. Очень тяжело обходить. Но трасса потрясающая. Мне понравилось. Все очень здорово. Все оборудовано как надо. Кататься с одного удовольствия. Чувствую радость, что смог выбраться на «Чайку». Лыжня России проводится по всей стране с 1982 года. На этот раз спортивный праздник отметили лыжники более чем в 70 регионах страны. В Самарской области на старт вышли порядка 15 тысяч участников. Иван Александрович Кичаев на лыжную базу выбирается при любой возможности. Рассказывает, впервые встал на лыжи еще в школе. Недавно принял участие в марафоне «Соколи и горы». Здоровье, во-первых. Лыжи – это удовольствие получаешь. Хотя говорят, что он такой тяжелый. Но мне нравится. Я с удовольствием каждый выходной здесь пропадаю. С дому с утра и до вечера здесь практически. Удовольствие получаю, андреналин, это приполняет всего, прям радость. Поучаствовать в индивидуальных гонках самарцы могли на трассах в 5 и 10 километров. Победители ждали памятные призы. По словам организаторов, в этом году к лыжне России особый интерес. Сегодня огромный, огромный праздник, огромный ажиотаж. Наверное, это максимальное количество участников за последние годы. Это радует. И, наверное, одно вытекает из другого. Годовщина Олимпийских игр. Спортивным духом прониклись не только участники гонок, но и болельщики. Для тех, кто не встал в этот день на лыжню, работали развлекательные площадки. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Возможно, скоро в Самаре будут проводить и соревнования по гольфу среди школьников. Минобразование страны рекомендовало включить занятия гольфом в общую образовательную программу. Развитие этого вида спорта в Самарской области обсуждали на встречу губернатор Николай Меркунс. Кушкин и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Спортсменка является почетным президентом Ассоциации гольфа России. В Самарской области уже есть две открытые площадки для мини-гольфа. Глава региона предложил продумать вариант организации еще одной. Кроме того, именно Самарская область стала пилотным регионом для реализации новой программы для школьников. И сейчас гольфом занимаются больше 500 ребят. Самарская область как раз в части мини-гольфа представлена просто реально лучше, чем все остальные регионы. У вас 17 школ занимаются по программе «Школьный гольф». И только вот буквально две недели назад эта новость прошла на всю Россию о том, что вот у нас в России будет третий урок физкультуры гольф. Так вот Самара давно уже это делает. Она была тем регионом, на котором опробировали эту программу. И в принципе, по большому счету, именно опыт вашего региона влек в основу того, что теперь предлагается всей стране. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк считает, что кредитование реального сектора экономики возобновится в марте. По данным Центробанка, в декабре прошлого года впервые сократилось в абсолютном выражении количество выданных необеспеченных потребительских суд. В декабре граждане совершали покупки и не брали новые кредиты. В меньшей степени пользовались лимитами по кредитным картам. При этом Банк России не исключает возможности существенного обесценивания кредитных портфелей банков. По данным Росстата, в январе 2015 года инфляция в России достигла 3,9%. Годом ранее она составляла всего 0,6%. Январский рост цен оказался самым сильным с февраля 1999 года, когда инфляция разогналась до 4,1%. За месяц овощи подорожали на 22,1%, сахар на 19,1%, крупа на 7,4%, яйца на 6,9%, рыба на 6,5%, макароны на 5,7%, хлеб на 3,6%, мясо на 3,2%, алкоголь на 1,9%. Средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 8,3%, до 3592 рублей. Дороже всего этот набор стоит в Чукотском автономном округе. Самая дешевая потребительская корзина в Пензенской области. Туроператоры готовы предложить россиянам путевки по сниженным ценам, зафиксированным в рублях. Лишь бы только ездили. Многие туроператоры не только не поднимали цены в долларовом эквиваленте еще с прошлого года, но даже снизили стоимость. Правда, в пересчете на рубли популярные направления успели подорожать до 40%, а некоторые и вдвое. Зарубежные партнеры тоже не спят. К примеру, власти Турции намерены предоставлять субсидии российским туроператорам. Египет, к примеру, готов перейти на расчеты в рублях и уже отменил визовый сбор. Греция и Кипр снижают цены на 30-40% на проживание в отелях для россиян, которые заранее бронируют туры в эти страны. Не иначе, как конкуренции с Крымом боятся. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в Пылюсе на отметке 1769 пунктов. Среди лидеров роста – ТАТ «Нефть», Сургут «Нефтигаз», Мичел, Башнефть и аптечная сеть 36,6. Аутсайдеры – РДР «Русала», Мегафон, НМТП и Дикси. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские и европейские фондовые индексы завершили торги пятницы в красной зоне. Биржевые площадки Азии демонстрировали разнонаправленную динамику. Нефтяные котировки также слегка отступили от своих пятничных значений. Курс доллара на 9 февраля – 66,04 рубля курс евро, 75,69 рубля. Золото стоит 2683 рубля за грамм. Серебро стоит 36,10 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,69 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в дела. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская теннисистка выиграла в Кубке Федерации. Красные крылья проиграли стартовый матч четверть финала Кубка России по баскетболу. Двойное фиаско военных летчиков от Славутича в чемпионате Российской хоккейной лиги. Хоккеисты ЦСК ВВС в сдвоенных матчах дважды потерпели поражение от Смоленского Славутича. Первая игра закончилась со счетом 2-0. Первую заброшенную шайбу зрители увидели во втором периоде. В третьем экс-игрок летчиков Швейкин поставил точку в поединке. Во втором матче из серии Николай отличился голом вновь, а его товарищи по команде накидали самарцам еще три безответные шайбы. 4-0 в итоге и ЦСК ВВС четвертый в чемпионате страны. Четверть финальный матч Кубка страны по баскетболу самарские красные крылья начали неуверенно. Уже в первой четверти Иркут вел 12 очков. К большому перерыву красные сократили отставание до четырех. Но сибиряки решили победу не отдавать волжанам и в третьей четверти рванули вперед, перебросав крылья из трехочковой зоны. 11 попаданий против четырех. Итог 48-59 и первое поражение в Кубке России у красных крыльев. Теперь для выхода в финал четырех самарцам нужно в матче-реванше побеждать с разницей в более чем 11 очков. Анастасия Павлюченкова и Виталий Дьяченко выиграли парный матч Кубка Федерации против сборной Польши и принесли России четвертый очко в копилку. Дуэт одолел соперников по партиям со счетом 6-4-6-4. За выход в финал Павлюченкова-Дьяченко сыграют с соперницами из Германии. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует... Продолжение следует...